Физического смысла. Если решение нетривиальное и не зависит от икса, то все интегралы разойдутся. Я имею в виду действие, энергия, импульс, момент импульса. То есть не повернен физический смысл. Ты делал решение любое. Какое-то реальное решение. Ну, физическое решение. Второй вопрос я задал. А там, которая часть нарушает любому нужную эволюцию. Главное достоинство теории Ямда-Милса как раз состоит в том, что модель колеболочная невариантна. Вы ее явно нарушили. То есть в каком смысле это обобщение? По поводу первой части. Коль скоро мы получили некоторое решение, которое мы назвали постоянное решение, не зависящее от икс, то следующий шаг является построение теории возмущения. То есть мы можем решение уравнения Ямда-Милса строить в виде ряда, ну и скажем, если вот эта константа ку много больше единицы, ряда по единице на ку, по константе связи. И уже рассматривать как бы те, уже зависящие от икс решения, которые там возникают. Ну по поводу того, что там физический смысл и как там ведут себя интегралы, ну мы пока просто эти вопросы не продумывали. Я думаю, что мы будем над этим думать и в какой-то момент не будем что-то об этом сказать. Теперь, ну а по поводу того, что, значит вы говорите, по поводу того, что инвариантности, калибровочной инвариантности, собственно говоря, обсуждению этого вопроса будет посвящен докладу Дмитрия Сергеевича Широкова, который будет после ряда. И вот тогда, мне кажется, будет у нас к этому вопросу вернуться и данное время еще пообсуждать.